МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальнобойщик на КамАЗе, остановитесь, вам подарок по случаю Дня Автомобилиста. Подробности акции в этом выпуске. Два наладчика, технолог, термист и мастер. Вся пятерка с завода двигателей КамАЗа накануне решили для себя главный вопрос. Где провести очередной отпуск? А начиналось все буднично. 37 участников конкурса профессионального мастерства собрались, чтобы помериться силами. Мероприятие ежегодное и весьма престижное. Победители не только подтверждают мастерство, но и получают реальный шанс повысить категорию или разряд. Так что никто из собравшихся о море и не думал, а тут такое. В красках и действующих лицах все расскажет Тагир Закиров. В этом году на конкурс заявились 37 участников. И всех их по традиции ждала проверка знаний, в теории и на практике, чтобы тестом на знания и руками подтвердить мастерство. Когда молодежь есть, тогда есть будущее первого завода. Хочется пожелать вам более победы, всего самого лучшего, но, как я сказал, поменьше волнения. Ну а дальнейшее будет все от вас зависеть и карьерное, и профессиональное мастерство, которое вы покажете. Показывала себя и свое мастерство молодежь в пяти номинациях. В двух у наладчиков и по одной у инженеров, технологов и мастеров. Трудности начнутся в практической части, когда нужно будет уже составлять либо техпроцесс, либо еще что-либо. Как выдадут уже. В первом этапе проблем особо не было. Надеюсь на победу, показать свои знания, проявить себя, повысить квалификацию. Повысить свои знания, показать все это на практике, себя показать людям, какие у меня есть способности. Также познакомиться с новыми людьми. В итоге именно эта тройка ребят и стала лучшими в своих номинациях, показав себя на все сто, как на бумаге, так и в деле. А работы хватило всем. Наладчики КПА должны были создать часть программы по движению станка, а наладчики ЧПУ умело прочесть чертеж. И отработать задания с использованием контрольно-измерительных приборов. Готовились в течение трех недель. Теорию как бы изучали сами. Практическую часть мы занимались здесь, в лаборатории. Осваивали разные виды контроллеров. Но в основном изучали контроллеров типа Амрона и Ален Брэдли. Естественно, мне не безразлично, как они себя покажут. Как они все подготовлены придут сюда. Какие они знания получили у нас, работая. Они же не сразу идут на профмастерство сдавать. Они, естественно, до того получают какие-то знания. Также лучшим в номинации наладчик КПА стал Евгений Васильев. А среди термистов отличился Руслан Якушонок. В итоге вся пятерка победителей конкурса отправится на отдых на Черное море, в пансионат Приморье. А обладателям призовых мест с первого по третье повысят разряды и категории. Тагир Закиров, Виктория Евсеева, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. В этом году участники другого конкурса «Лучший по профессии мастер» впервые встретились на площадке «Фабрики процессов». Там сержантов производства ждали на брейн-ринге. В зале оказались не только опытные игроки, но и новички. Участников второго тура соревнования напутствовал главный кадровик КАМАЗа Александр Ушинин. Сразу пообещал, что сложных вопросов не будет, а вот сюрпризы и нестандартные ситуации гарантировал. Что из этого вышло и кто отличился – все подробности в материале наших корреспондентов. Площадка «Фабрики процессов» стала на один день местом мозгового штурма для участников конкурса «Лучший по профессии мастер». За это звание были готовы вступить в бой не только опытные заводчане, но и новички. Всем командам, а их было восемь, предстояло ответить на 60 вопросов, на обдумывание каждого из которых давалось всего 30 секунд. Чек-листы готовили для конкурсов профмастерства. Мы уже не первый раз участвуем в конкурсе профессионального мастерства. Это уже будет третий год. Собирались с командой по одному, учили нас, помогали. Задания готовились специалистами корпоративного университета вместе с представителями Департамента качества и Департамента промышленной безопасности и экологии. Свои ответы команды помещали на специальную доску. За пять лет существования конкурса через него прошло более 300 заводчан, где выявленные и полученные навыки помогали и в дальнейшей работе. Роль мастера меняется. Основная его задача как управленца, она всегда была и она всегда будет, но роль его как специалиста, как человека, который готов подсказать, показать и кого-то получить, то естественно, что роль мастера растет. По итогам конкурса третьими стали мастера прессово-рамного завода с 47 баллами. Серебро взяли специалисты движков. Больше всего правильных ответов, целых 51, дала команда мастера завода запасных частей и компонентов. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В рамках мероприятий, приуроченных к 50-летию с начала строительства КамАЗа, заводы автогиганта с ознакомительной экскурсией посетили депутаты городского совета во главе с заместителем главы муниципального образования город Набережной Челны Флёры Андреевой. Депутатам рассказали о новом этапе развития компании и масштабной программе реинжиниринга, реализованной в ходе подготовки к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5. В роли экскурсоводов выступили директор завода двигателей Сергей Снарский и заместитель директора автомобильного завода по персоналу Виктор Поляков, который также является депутатами горсовета. Знакомство с производством началось с посещения завода двигателей, где членам делегации продемонстрировали работу новой линии сборки рядных двигателей Р6 и производства КамАЗовских двигателей В8. Также депутаты побывали на новом заводе каркасов кабин, открытие которого состоялось 27 мая этого года. На данный момент это самый современный завод в мире среди производств такого рода, отличающийся высоким уровнем автоматизации и новейшими технологиями. Много что обновилось. О том, что у нас много хорошего, как обновляется, об этом надо говорить. Об этом уже мало знают, мало говорят об этом. А когда мы сегодня увидим через СМИ это все покажется, я думаю, что эта необходимость очень большая и правильная инициатива. Есть верная примета. Если КамАЗовский грузовик въезжает в школьный двор, значит здесь готовится праздник. В последний день первой учебной четверти большегруз 54-90 припарковался у крыльца школы номер 18. Праздники бывают разные, но на автогиганте к их организации относятся очень серьезно. Ребята должны получить больше знаний, больше эмоций, больше подарков. У строителей очередной встречи с ребятами прессоварамщики известны своим креативным подходом. Вот и на этот раз они свои фишечки подготовили. У нас сегодня день КамАЗов! 18-я школа приняла день КамАЗов впервые и сразу на ура. Ребята без замедления пробовали себя в роли слесаря механосборочных работ, собирали и красили модели грузовиков. А самое приятное, что после их можно было забрать как сувенир, сделанный своими руками. Сначала мы собирали из деталек сам КамАЗ, а потом начали его раскрашивать красками из баллончиков. Нам очень понравилось, как это делается. Это было реально очень интересно. Мне вообще понравилось сделать, это было интересно. И фильм тоже был. Я довольно узнала много всего. И очень было весело так-то. Но не только сотрудники прессоварамного завода решили навестить ребят. Традиционно в встрече приняли участие студенты технических колледжей и вузов. Они рассказывали о преимуществах и возможностях технических профессий, доказывая это интересными мастер-классами. Таким образом ребятам предоставляются определенные технические характеристики, технические задачи, в котором ребята проявляют себя как инженеры-технологи, инженеры-конструктора. То есть они конструируют некий автомобиль будущего и в то же время они его успевают запрограммировать. После чего они презентуют этот КамАЗ и, само собой, мы делаем небольшой тест-драйв. Занятие по душе нашлось для школьников от мала до велика. Причем заметили это и сами педагоги. Дети все ожидали этот праздник уже за неделю в восторге. Все коридоры у нас живые. Дети пищат, визжат, радуются такому празднику. Сегодня такой добрый, позитивный день. День рождения комсомола. 50 лет КамАЗу. Комсомол и КамАЗ – это слова-синонимы. Потому что КамАЗ – это всесоюзная комсомольская ударная стройка. В школе надеются, что эта первая встреча с КамАЗом далеко не последняя для ребят. И впереди еще больше интересного и полезного, в том числе помощь в выборе будущей профессии. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Аккурат в день автомобилиста инспекторы объявили охоту на КамАЗы. В набережных Челнах массово останавливали водителей грузовиков. Операция проходила при въезде в город на контрольно-пропускном пункте Тула-1. Однако сотрудник ГИБДД не проверял документы, не выписывал штрафы. Его внимание привлекали только КамАЗовские грузовики. Что за повод? Все подробности разузнала съемочная группа программы «Вести КамАЗа». Хмурая погода, мрачные тучи, лица дальнобойщиков. Челны встречают гостей порывистым ветром и холодным осенним дождем. А тут еще и автоинспектор, который останавливает водителей грузовиков КамАЗ. Но не один, а с группой поддержки. Да еще и не с пустыми руками. Поздравляем сегодня водителей с профессиональным праздником, с Днем водителя. И дарим всем приятные подарки, чтобы они согревали всегда в такую пасмурную дождливую погоду. В это не очень солнечное утро мы собрались для того, чтобы поздравить с Днем водителя всех тех, кто сейчас находится в дороге и, конечно же, выбирает автомобиль КамАЗ для своей работы. А греть подарки будут во всех смыслах этого слова. В пакетах термосы и термостаканы. Приятные презенты дарили водителям грузовиков в честь приближающегося 50-летия КамАЗа – короля дорог. На лицах дальнобойщиков сразу появлялась улыбка. Поздравляем вас с Днем автомобилиста. Желаю вам всего хорошего на дороге и с праздником вас. Первый раз за 30 лет. Счастное слово. Спасибо. Это был полный сюрприз, так сказать. Довольно-таки приятный. Особенно с утра. Только встали со стоянки, поехали. Тут остановили. Ну мало ли инспектор остановил для проверки. А тут подбегают, поздравляют с Днем автомобилиста. Очень приятно. Спасибо КамАЗу за эту акцию. Я думал, перегрузы будут, вроде нормально, там проходил. Настроение намного улучшилось. За подарки спасибо набережным Челнам за хорошую машину. Я смотрю, как журналисты, думаю, может что-то случилось. Но я не ожидал, что поздравлять будут. Так водители благодарили не только за подарки, но и за грузовик, на котором они колесят по всей стране. Особенно их впечатлили последние модели КамАЗа. КамАЗ, потому что он отечественная техника, не то что иномарки. Я как бы патриот России. Не подводит? Ой, нет. Очень надежная машина. Как мало для счастья нужно. Всего лишь чуточку внимания. Счастливые улыбки водителей КамАЗов озарили и согрели этот хмурый день. Алексей Гарнышев, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Крепкое звено между идеей и результатом – это технология. Как сделать правильным каждый шаг на пути к цели, знает технологическая служба КамАЗа. Ее сети разбросаны по всему автогиганту. Это лаборатории при заводах о том, как, воплощая в реальность чертежи, выбрать идеальные средства и способ. В нашей рубрике КамАЗ «50 лет в деталях». Служба технологов КамАЗа неразрывно связана с конструкторами. Еще до строительства автогиганта они также базировались в Москве, создавая алгоритм сборки по чертежам будущего КамАЗа. Сначала только представляя себя на месте рабочего, позже уже находясь на производстве. Но в ту пору алгоритмы приходилось переписывать по несколько раз. Сейчас все иначе. Только пять лет назад на КамАЗе появилась технология моделирования процессов. На экране будто ходит реальный заводчанин. И ход его работы контролируют одним щелчком мыши. Пока у нас все в трехмерке, пока весь продукт у нас в трехмерке, мы можем на раннем этапе выдать замечания, сделать какие-то корректировки без особых затрат на железо, на металл. То есть это уже не те затраты, которые были лет 10 назад. Такой подход значительно сократил и время внедрения процессов на заводах. Но прежде чем решить, как внедрять, нужно выяснить, что именно. Для этого существуют специальные лаборатории технологов. Здесь над сплавами в основном колдует прекрасный пол. Аккуратно, точно и спокойно определяя, например, его химический состав. Для этого используют как современное оборудование, так и традиционные методы. Он сжигается. Старый. В НТЦ находится лаборатория металловедения. Но в целом на КАМАЗе их десятки. При каждом из заводов, чтобы следить за процессами обработки металлов. Здесь же в Центральной снимают пробы с новых сплавов, решая, как воплотить в жизнь технологию. Так, пока в лаборатории приходят к идеальному для авто сплаву, моделируется процесс сборки. Автомобиль новый наш КА-5. Мы его сборку смоделировали. И при сборке на конвейере у нас очень было мало, ну, серьезных каких-то ошибок мы не выявили, по большому счету. У нас автомобиль собрали по конвейеру, и он собрался сразу. Это вот как раз говорит о том, что все-таки это очень-очень полезная и важная вещь. Сейчас технологи КАМАЗа продолжают активно использовать технологии моделирования до мелочей, продумывая за заводчан каждый шаг, чтобы производить машины без погрешностей. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Такой была очередная рабочая неделя на КАМАЗе. Сейчас мы отдыхаем, поэтому в следующий раз встречаемся только 18 ноября. В 18.00 на телеканале Чулны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Михнац, с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok